МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Александр Кучец. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Последнее время в Азове участились случаи уничтожения городского имущества. Участники гаражного кооператива «Волга» надеются на решение вопроса с ливневками на их участке. В городе практически каждый день ликвидируют свалочные очаги. В последнее время хулиганские действия довольно часто становятся причиной уничтожения городского имущества. Вчера ночью были сломаны лавочки на Петровской площади. К тому же нарушители спокойствия пытаются самовыражаться различными художествами на фасадах зданий. А приводить в порядок все это безобразие приходится сотрудникам предприятия «Городской парк». Сегодня утром, в 6 часов утра, нашими специалистами при начале уборки бульвара Петровского и площади Петровской были обнаружены очередные вандальные действия. Разломаны лавочки, вырваны с корнем деревья, посаженные в прошлом году. То, что растяжки постоянно кто-то портит, дергивает колышки, режет веревку, не думая о том, что это подрывает корневую систему. Наблюдаем каждый день. Но, конечно, когда это приводит к порче имущества, возмутительные факты. То, что затаптывается, как говорится, семечки щелкаются везде. Все везде кидается, куда не нужно. Культура оставляет желать лучше. По словам Людмилы Анишко, Петровский бульвар подвергается разрушительным действиям со стороны горожан. Особенно это наблюдается после выходных. Что же касается лавочек на Петровской площади, то сейчас, согласно записям с камер видеонаблюдения «Безопасный город», правоохранительные органы проводят расследование. К сожалению, это не единственная территория, где места для отдыха азовчан претерпели уничтожение. В начале бульвара со стороны улицы Мира находятся еще несколько лавочек, которые также могут исчезнуть в любое время. Очень хотелось бы обострить внимание на той проблеме, когда разрисовываются здания, плитка, лавочки. Причем я не знаю, чем они рисуют. Очень трудно эти вандальные действия устранить. Последний раз, когда было нарисовано непонятно, чем на плитке, мы, начиная от соляной кислоты, чем только они мыли, и в принципе очень сложно было. Во-первых, это и плитку повреждает. Ну и, скажем так, в основном части населения, наверное, все-таки неприятно ходить по нарисованному непонятно чему, по написанному непонятно чему. Как-то надо уважать все-таки других жителей, которые они возомнили себя художниками. Подобного рода картина вырисовывается в отношении любителей семечек, которые абсолютно не задумываются о чистоте. Замечания бесполезно же делать. Очень часто, ну нормальный человек, он, допустим, сел семечки щелкает, он просто бывает не задумывался о том, что да здесь нельзя щелкать семечки. Если ты пощелкал, ну пожалуйста, урна рядом, да? А есть люди, которые с вызовом, которые просто, ну, ну, скажем, считают, что они могли сесть на лавочку щелкает, а что здесь природа? А то, что возле каждой лавочки эти семечки нужно убрать, да их уберут, когда придут дворники. Нормальные люди и так все понимают, им даже не нужно делать замечания, бывает маленького замечания достаточно. А те, кто считает, что все ему обязаны, все ему должны, а он великий налогоплательщик, с такими, конечно, бесполезно вести беседу, если там, пусть родители занимаются этим воспитанием. Ну, я вам хочу сказать, что это не обязательно и подростки делать, не обязательно и молодежь, бывает и люди постарше этим занимать, хотя, конечно, их гораздо меньше, все-таки больше этим занимаются те, кто у нас ночью сидит здесь, резвится, веселится, они думают о том, что он своими действиями в первую очередь приносит дополнительные расходы тому же бюджету города, когда можно было бы что-то сделать, дополнительно что-то купить, посадить интересненькое, да? Вот что-то интересное сделать, все же упирается в деньги. Еще одна проблема касается уничтожения зеленых насаждений, и виноваты в этом любители собак. Ведь изначально бульвар предназначен для прогулок горожан и гостей города, но никак не для выгула домашних питомцев. Уличное то одно, но часто очень видим, когда и выгул собак продолжается, причем это как-то, я считаю, что это вызов общественности всей городской, когда я иду с собакой, вот я такой, я могу себе позволить выгулять ее на бульваре Петровска, не думая о том, что мимо одного куста, если 10 таких собак пройдет, то куста уже не будет. Также директор городского парка пояснила, почему на бульваре в некоторых местах засохли деревья и кустарники. Деревья, которые визуально находятся в сухом состоянии, они все подлежат замене в рамках гарантийных обязательств подрядчикам, который занимался озеленением в прошлом году. В течение трех лет он будет обязан сделать и заменить все деревья, которые подлежат замене. Когда это планируется? Значит, в нашей климатической зоне эти работы могут быть выполнены только начиная после 15 октября, и то по погоде, может быть, даже тепло, и это будет рано делать. Поэтому пока приходится так смотреть, но уходные работы все равно осуществляются. Как часто осуществляется полив? Полив осуществляется в соответствии с регламентом производства работ на объектах озеленения в течение 10-14 дней, в зависимости от погодных условий бывает. Если температура повышается, то даже раз в неделю. Хотелось бы в очередной раз обратить внимание горожан на уважительное отношение к труду людей, которые ежедневно, ранним утром приводят в порядок Петровский бульвар, особенно после ночных посиделок. А какое количество окурков собирают работники, просто страшно себе представить. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо. Участникам гаражного кооператива «Волга», который расположен на Когольницком шоссе, удалось добиться обрезки растущих неподалеку деревьев только после многочисленных устных и письменных обращений в городскую администрацию. Накануне наступления осенне-зимнего сезона одним из самых актуальных стал вопрос оборудования ливневки. Автомобилисты надеются, данная проблема будет решена гораздо быстрее, чем предыдущая. Долгое время старые тополя, растущие вдоль гаражного кооператива «Волга» на Когольницком шоссе, были источником повышенной опасности. Не только во время ураганов, но и при более-менее сильном ветре обламывались и падали на проезжую часть и тротуарные массивы размера с небольшое дерево в ветве. Постоянно подвергались риску автомобили и многочисленные прохожие, в числе которых учащиеся училище номер 45. Логичным такой ситуации стало обращение в администрацию Азова одного из неравнодушных граждан Алексея Ткаченко. Около трех месяцев только отвечали мне, хотя по идее в течение 30 дней должны были ответить. Не раз обращался, в устной форме мне говорили, да ничего, ничего не надо, можно обратиться в устной форме. В итоге это ни к чему не приводило и я понял, что только бумага может терпеть какие-то недовольства. В итоге, как потом я добился ответа, их признали и как оказалось 95 деревьев, но это мне в устной форме сказали. После нескольких обращений приехала наконец специалист эколог управления ЖКХ администрации Азова. Девушка какой-то инспектор и проехала на автомобиле, поснимала с тротуара, поснимала с проезжей части и как вынесли постановление, которое передали далее в ЖКХ. В ЖКХ сказали, у нас нет финансирования, мы все понимаем, у нас таких много и мы ничего сделать не можем. В результате частичную обрезку тополей все-таки сделали, но уже после того, как отремонтировали проезжую часть и установили бордюр. Как можно было ожидать, при работе повредили новую конструкцию. Еще один вопрос, который беспокоит всех членов кооператива – отсутствие ливневки, так как из-за дождей будут проблемы и у владельцев гаражей, и у прохожих. Здесь необходимо отметить, проект реконструкции Каганинского шоссе предусматривает не только ремонт проезжей части, но и благоустройство пешеходной зоны, обустройство тротуара и велодорожки. Логично предположить, что будет сделана и ливневка, но если этот момент по какой-то причине упущен, очевидно, что в план работ необходимо внести изменения. Участники гаражного кооператива «Волга» надеются, администрация города не оставит без внимания данные пожелания. Это поможет избежать ряда проблем в осенне-зимний период. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. 20 и 25 августа в программе «Азов.Инфо» поднималась проблема свалочных очагов в поселке Ясном. Сегодня региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнил, наконец, свою работу, о чем нам сообщил начальник муниципальной инспекции города Азова Николай Белокобыльский. Руководитель муниципальной инспекции подтвердил, в поселке Ясном есть несколько несанкционированных мест скопления отходов. «Хочу отметить, что это излюбленное место серых водщиков, которые у нас приезжают с Азовского района и, пользуясь местом положения возле дороги, сбрасывают туда отходы. Также и граждане, проживающие здесь, добавляют отходы. С региональным оператором администрация города Азова провела ряд переговоров, в результате чего мы достигли определенных договоренностей. Сейчас все эти места зачищаются. Мы находимся на улице Воснецова. Как вы видите, территорию уже зачистили. Весь поселок ясный. И площадки, и также все места складирования отходов будут в ближайшее время зачищены, а именно до пятницы. Проблема, она постоянная здесь. Хотелось бы обратиться к гражданам, которые здесь проживают. Убедительная просьба. Здесь все свои отходы заносите, складывайте конкретно в контейнеры по сбору ТКО, если они заполнены, складывайте прямо возле них, чтобы было понятно, что это именно отходы, которые накапливаются в результате жизнедеятельности наших граждан, что это конкретно на площадке по сбору ТКО отходы, чтобы региональный оператор уже зачищал их своевременно, и мы могли с ними вести претензионную работу. Мы продолжаем авторскую рубрику Германа Токарева онлайн. Гость сегодняшнего выпуска – хореограф-постановщик Марина Пащенко, более известная как Леди Лейла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Почему именно восточные танцы? Что сподвигло к этому? Потому что восточные танцы – это красота. Это красота, которая сочетает в себе чарующую мелодию, зажигательные ритмы, загадочные движения и, конечно же, красивые яркие костюмы. И даже не видя это, а лишь представляя образ танцовщицы, невольно отправляешься в загадочный мир восточной сказки. А какие-то другие направления в танцевальном искусстве тебя манили? Еще в детстве я занималась русскими народными танцами, но я всегда понимала, что это не мое. Почему? Не лежала душа к этому. Есть какие-то такие тонкости, или я просто плохо знаком именно с этим направлением, с восточным танцем, есть какие-то тонкости, нюансы, сложности, которые часто как подводные камни подстерегают танцора? Я скажу так, довольно часто, видя, как исполняется восточный танец, девушки думают, что это на самом деле очень легко и просто. И вот с такой уверенностью приходят в зал. И там она заканчивается. На самом деле восточный танец, он очень разнообразный и отличается по стилям, стилей различные по движениям, по музыке. И это не только какие-то плавные движения, это и могут быть какие-то направления, очень страстные танцы, быстрые танцы. Все зависит от того, насколько человек готов работать. То есть если он готов уделять лишь 2 часа в неделю, то, естественно, научиться танцевать, для этого ему потребуется больше времени. Если он будет заниматься больше, то он быстрее достигнет результатов. Каких-то определенных сложностей я не видела у своих учениц. А ты сама обучалась где-то этому искусству? Восточный танец, вообще эта вся любовь пришла ко мне еще в детстве. И долгое время я танцевала, можно сказать, по образу и подобию. Лишь представляя себе образ из сериалов. В возрасте 10 лет я обучилась основам танца живота, базовым движениям. Меня научила педагог Наталья Викторовна. Если она меня видит, передаю привет. И уже, когда я вышла замуж и родила ребенка, только тогда я начала профессионально заниматься. Я ездила в Ростов-на-Дону, брала частные уроки, также посещала мастер-классы и онлайн-обучение. В 2017 году я посетила фестиваль, также в Ростов-на-Дону, который представляет собой серию обучающих мастер-классов и конкурс, где в одной из номинаций я заняла четвертое место. Да, не призовое, но, честно говоря, для меня это было очень радостно и несколько удивительно, что среди такого количества участниц судьи все-таки меня выделили. Мне всегда было интересно, для восточного танца, для того, чтобы им заниматься, нужна какая-то определенная, я даже так выражусь, должен ли быть какой-то определенный типаж или особенности фигуры у девушки? Абсолютно нет, все это стереотипы. Некоторые придумывают, что для этого должен быть обязательно животик, а другие говорят, что нет, животика не надо. Знаешь, ко мне приходили абсолютно разные ученицы, и если взять танцовщицы, которые знамениты по всему миру, то это такое разнообразие женщин, да? То есть танец может исполнять как очень худенькая девушка, так и полная. Никакие отличительные особенности для этого танца не нужны. Кому бы ты порекомендовала заниматься, вот в первую очередь, восточными танцами? Всем абсолютно, без исключения, потому что это не только физическая активность, это не только обучение красивым движениям, но восточные танцы еще очень благотворно влияют на женский организм, на женское здоровье, потому что задействованы мышцы брюшного пресса, задействованы мышцы тазового дна, и кровь не застаивается, она разгоняется, и за счет этого лучше работают внутренние органы, и это, собственно, является профилактикой и даже способствует лечению некоторых гинекологических заболеваний. Такой вот вопрос. Я, когда начал с тобой общение, я, насколько знаю, у тебя есть, так сейчас это модно выражаться, никнейм Леди Лейла. Да, да. В миру ты Марина. Почему Леди Лейла, откуда это, есть какой-то прототип, вот откуда взяла ты это? Когда я начала выступать в ресторанах, конечно, мне захотелось, чтобы у меня было такое красивое сценическое имя, ну, потому что девушка в восточном костюме и Марина как-то не вяжется, да. Почему Лейла? На самом деле мне очень нравится украинская танцовщица, да, Алла Кушнир, которая завоевала сердца арабских зрителей, и там ее прозвали, и там ее прозвали Лейла. Это была одна из первых моих любимых танцовщиц. Я взяла это имя, да. Вообще, ну, так скажем, в мире шоу-бизнеса, да, меня все-таки знают, как Лейла, называют так. Почему именно Леди? Это просто я использовала такое имя в социальных сетях. Понятно. Было удобно, да. Ты сейчас упомянула вот про рестораны, ну, понятное дело, чтобы как-то выживать и зарабатывать, артистам приходится так называемый устраивать чёс. Как в ресторанах публика воспринимает, бывали ли какие-то инциденты у тебя? Ты знаешь, никогда. Да, всегда были адекватные заказчики, адекватные гости. И вообще, я и своим ученицам это говорю всегда, зритель вас встретит именно так, с каким настроем вы к нему придете. Если адреналин бьет ключом, если ты наполнена положительными эмоциями, и ты пришла, чтобы принести людям радость, они тебе ответят той же энергией. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – Донская юридическая коллегия. Профессиональная юридическая защита вашего бизнеса. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Донская юридическая коллегия. Полный спектр юридических услуг. Защита прав потребителей, семейные дела и наследство, автоюрист, представительство в суде, сопровождение сделок, помощь дольщикам и многое другое. Переулок Олега Кашевого, 28. Первый этаж, офис 12. Донская юридическая коллегия. Многолетний опыт работы и команда профессионалов. В четверг, 27 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 29, плюс 31 градус. Ночью от плюс 18 до плюс 21. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха 37%. Уровень воды в реке Дон на 13 сантиметров выше нормы. Температура воды плюс 25 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова